Как вы уже знаете, физическая культура – часть общей культуры общества. Одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. Главными соревнованиями в системе физической культуры являются Олимпийские игры. Они имеют богатую историю, несколько периодов развития – античные Олимпийские игры, их отмена, возрождение Олимпийских игр и их современное состояние. Успешность выступления спортсменов в Олимпийских играх и других соревнованиях определяется уровнем развития у них физических качеств – силы, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты. Итак, под физическими качествами понимают качественные особенности двигательного действия. Под силой как физическим качеством необходимо понимать преодоление внешнего сопротивления или противодействия ему путем мышечных усилий. Быстрота как физическое качество – это способность совершать двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок времени. Ловкость – это способность быстро и точно реагировать на неожиданно возникающие ситуации, искусное владение движениями в сложных изменяющихся ситуациях. Гибкость – это умение хорошо расслаблять мышцы, выполнять движения по большим амплитудам. Процесс развития физических качеств человека называется физическая подготовка. В этот процесс входят физические упражнения – режим дня, режим питания и личная гигиена. Результат физической подготовки, достигнутый при выполнении двигательных действий, необходимых для освоения или выполнения человеком профессиональной или спортивной деятельности, называется физической подготовленностью. Для оценки физической подготовленности используются контрольные нормативы по физической культуре. В представленной таблице вы можете ознакомиться с нормативами для 6 класса. Каждый норматив имеет критерии оценивания от 3 до 5 баллов, которые позволяют оценить уровень вашей физической подготовленности. Уровень физической подготовленности объективно отражает состояние организма, определяющее потенциал здоровья. Чем выше уровень физической подготовленности, тем лучше вы себя чувствуете. Для того, чтобы поддерживать высокий уровень физической подготовленности, вам необходимо выполнять утреннюю гимнастику, закаливать свой организм, правильно питаться, спать не менее 8 часов в день, посещать уроки физкультуры в школе, заниматься в спортивной секции, проводить свободное время активно. Но помните, что очень важно соблюдать правила занятий. Правильно выбирайте величину нагрузки, которая определяется объемом и интенсивностью. Обязательно обращайте внимание на признаки утомления, чтобы определить необходимую для вас величину. Прекращайте занятия, если вы заметили, что у вас побледнение или сильное покраснение лица, обильное потоотделение, отдышка, дрожание или боль в мышцах. Теперь вы достаточно знаете о физической культуре, чтобы понимать, что нужно делать, чтобы быть здоровыми и сильными.